Десятичный логарифм. Найдите значение выражения. Десятичный логарифм числа 5 умножить на десятичный логарифм 20 плюс десятичный логарифм в квадрате числа 2. Вчера мы уже разбирали этот пример. И я говорил, что число 20 можно представить как произведение 10 на 2 или как произведение 5 на 4. Вот как раз второй способ, когда число 20 может быть представлено 5 на 4, мы уже вчера разобрали. Сегодня все-таки я решил до конца разобрать первый способ. То есть все-таки представим число 20 как 10 умножить на 2 и попробуем до конца найти значение этого выражения. Итак, логарифм десятичный числа 5 перепишем. А десятичный логарифм 20 представим как 10 умножить на 2 плюс десятичный логарифм в квадрате числа 2. Далее логарифм десятичный 5 переписываем. Логарифм произведения это сумма логарифмов. А это значит, что вот этот вот второй логарифм можно представить как сумму десятичного логарифма 10 плюс десятичный логарифм числа 2. Да плюс еще десятичный логарифм в квадрате числа 2. Далее десятичный логарифм 10 это единица. Почему? Потому что десятичный логарифм это все равно что логарифм по основанию 10. А это значит, что логарифм десятичного числа 10 это единица. Таким образом у нас получается логарифм десятичный логарифм числа 5 умножить первое слагаемое логарифм 10, десятичный логарифм 10 это единица, да плюс еще десятичный логарифм числа 2. Плюс логарифм в квадрате числа 2 перепишем. Раскрываем скобки. Тогда мы получаем логарифм десятичный 5 плюс логарифм десятичный 5 умножить на десятичный логарифм числа 2 и плюс десятичный логарифм в квадрате числа 2. Теперь можно вынести за скобки общий множитель у второго и третьего слагаемых. Тогда у нас получается логарифм десятичный 5 плюс десятичный логарифм числа 2 мы можем вынести за скобки. А в скобках остается десятичный логарифм числа 5 плюс десятичный логарифм числа 2. Далее сумму логарифмов мы можем записать как логарифм произведения. Тогда у нас получится логарифм десятичный числа 5 плюс десятичный логарифм числа 2 умножить на логарифм произведения 5 на 2. То есть мы 5 умножаем на 2. Получается 10. То есть получается логарифм десятичный числа 10, но это единица. То есть таким образом у нас получается в итоге логарифм десятичный числа 5 плюс логарифм десятичный числа 2 умножить на 1. То есть так и остается логарифм десятичный числа 2. Ну и теперь опять логарифм произведения. То есть сумма логарифмов равна логарифму произведения. То есть получается логарифм десятичный 5 умножить на 2. А это и есть логарифм десятичный числа 10. И опять единица. То есть в итоге мы получаем тот же самый результат. Задача решена.